Вы когда-нибудь задумывались о факторах, которые негативно влияют на общество? Те самые факторы, которые тормозят наше личностное и духовное развитие, приводят в тупик и путают наше осознание реальности. О них-то и пойдет речь в данной статье. Вредные привычки. Наркотики, алкоголь и табак настолько крепко засели в повседневности миллионов людей, что уже кажутся обыденностью. Люди стали забывать о их серьезном вреде и внушительном отпечатке на здоровье. Они ведут за собой проблемы психического характера, что влияет на разрушение личности человека, приводит к его полной деградации. Не говоря уже об элементарной зависимости, передающейся на генетическом уровне следующим поколениям. Компьютерные игры. Технологии не стоят на месте, и с каждым годом в свет выходят тысячи компьютерных игр. Полностью повторяющих жизнь людей в уменьшенном формате, а умопомрачительная графика радует глаз и не позволяет пройти мимо. Компьютерные миры полностью вытесняют реальность и трезвое осознание настоящей жизни, что вскоре вызывает привыкание и зависимость. Порнография. Прежде всего порно несет задачу удовлетворения физических потребностей человека, что в корне недопустимо. Это сильный удар по естественному взаимодействию полов друг с другом. Искажается понятие чувств и удовольствия, появляется сильная зависимость, а также искажаются вкусы и потребности. Еда. Культ еды в последнее время встречается везде, и это больше похоже на пропаганду, чем на здоровую потребность. Человек перестал контролировать свои потребности, употребляя в пищу общедоступные и вредные продукты питания. А они же, в свою очередь, вызывают зависимость, неблагоприятно влияют на организм и ведут к ожирению. СМИ. Казалось бы, это очень важный фактор жизни. Благодаря СМИ мы можем узнавать информацию, происходящую в удаленных участках Земли, и быть в курсе всех событий, но... Часто такая информация бывает ложной, а люди продолжают верить в нее и нуждаться в ней, развивая в себе некую зависимость и формирование неправильной жизненной картины. Образование. Да вы не ошиблись. На данный момент школьное образование дает много лишней информации теоретического характера и уделяет мало внимания тому, что может действительно пригодиться в жизни и научить чему-то новому. А вещи, которые смогли бы помочь детям развивать их мышление и сообразительность, и вовсе упущены. К тому же часто в школьной программе сталкивают противоречивые моменты, которые позже могут привести к конфликтам и разногласиям между сверстниками. Ритмичная музыка. Чаще встречается в клубах и на вечеринках. Затормаживает и приостанавливает процесс мышления. Влияет на психику, перестраивая ее под ритм музыки. Вызывает привыкание. Сбивает с рабочего настроя. Конечно, не вся электронная музыка такая, но если ее смешивать с алкоголем и наркотиками, она негативно влияет на психику. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.